все закончились рассказы все что привет мои хорошие у нас не было беседа сейчас они у меня где-то три дня очень капризные это у нее жидкий стул был температура один день я думала наверно зубки режется потом у него это все появилось сейчас у него тоже жидкий стул температура была вчера еще что-что-что-что и очень капризно такое состояние у него как будто зубки вот вылезают все тянет в рот и так далее но я не уверена мне скорее всего кажется что это энтеровирус какой нибудь записались на прием к медиатру завтра да мамин ты внимательно слушаешь и завтра пойдем посмотрим что с ней с ней и с ним вот она задумалась до чем задумалась принцесса о чем задумалась там твой братик проснулся и очень плохо спят они капризничают в принципе все симптомы были такие как будто бы зубки режется но все равно нужно убедиться как она внимательно слушает пойду я к практику привет привет мои хорошие мы опять все семьи частные клиники я говорила по моему предыдущим видео что детки мои приболели сперва мы думали что это зубки а потом кишечная инфекция здесь дети шумят кричат всем известно что близки дети очень шумные он все дозволено вот мы сходили к педиатру потому русскоговорящему я забыла оставить контакты если не забуду под этим видео оставлю сходили к педиатру она посмотрела в принципе тоже ну тоже принципе подтвердила что ты пищите кишечная инфекция вчера еще я списывала двумя нашими российскими педиатрами из дагестана одна девочка украинка русскоговорящими точнее одна девочка украинка другая вот наша с дагестана которую выхаживала мою дочь в реанимации они тоже принципе сразу предположили по всем симптомам положили что это кишечная инфекция вчера давала целый день смекту от смекты не было никакого результата потом пришла на фраза лидон ждал все время пытаются название фраза лидон успела дать три дозы всего лишь одну таблетку делила на 4 части и вот этот 1 4 2 1 года вот у сладок три дозы уже стало намного лучше жидкий стул практически пропал мы сидим сейчас и ждем чтобы сдать анализ кого что хочу сказать хочу сказать что все таки лучше наших российских тех времен которые были препараты ничего нет вот эти смекты которые новые пакетики порошки то сюда как ерунда такое ощущение что это просто выкачивание денег это смекта принципе нам и раньше не помогала я думала может я как-то и не так давала или что думала может быть ну дети маленькие кишечник еще не привык и сейчас тоже не помогла абсолютно фраза лидон это вещь на самом деле хорошо что я рису свободно зло и общество дать доехала минимум необходимых лекарств для деток взяла собой вот смекта фраза лидон доктор мол мазь была у меня собой нурофен диферонов и свечи так далее там много всякое зеленка и и ноет здесь принципе самое необходимое с собой взяла вот так папочка кормит как обычно аппетита у детей не было сна практически у сына вообще не было сейчас маршалла он утром проснулся уже было видно что ребенок пришел в себя ждем теперь пока мои дети решатся решатся своих домов и шоу и так закончился наш поход в клинику сдали мы свои как улички и приехали раз вышли в город приехали на геостэбэк морю чтобы детки подышали погода суперская море прямо бесподобная смотрите какая красота небо облак нет дети спят естественно очень хорошая погода прям в такую погоду грех дома сидеть так водичка смотрите какая чистая но она бывает как летом еще чище моментами о запах моря ну а зульчик забрала мою колясочку солнышко мы живем получается вот видите зелень там там парк еще выше и потом вниз по-моему так получается выше и вниз ля-по-та ля-по-та сегодня у нас 5 марта зульчик нашла свободную скамейку морем можно присесть в принципе здесь золь не слышно зуля не слышно не слышно там паром и станция это об камни вода бьется что ли игру можно было присесть там на следующее хотя бы сядем посидим немножко пока свободные есть все я надеюсь уже не будет ветров дождей закончилось это все надышались надышались морским воздухом и решили присесть в кафе это кафе мы раньше часто хотели с мужем по вечерам ждем заказали курочку с грибами и сливочным соусом детки спят здесь особо народу нет мы специально сели подальше от людей чтобы чтобы сигаретный дым не попадал на деток и мы сидим прямо у выхода еще здесь вот открыто открыто окошко чтобы воздух деткам поступал вот так так что с детьми все хорошо не переживайте мы за ними смотрим должным образом да да как ты мне испортила видео это зеленый палец кстати зуля на месте никуда она не делась она не уехала не сбежала с пальмы не сбросилась все хорошо в море не утонуло в море тоже не утонуло все хорошо с ней а просто не попадало в видео в кадр наверное боюсь вас боюсь девочки плану у нее уже есть что она собирается уехать но когда мы еще не говорим планы есть вот она вечно здесь не останется не переживайте все будет хорошо все и так хорошо она будет еще а вот как выглядит наша курочка в сливочном соусе с грибами картофель фриз салат вот это блюдо стоит 25 лир курс не знаю на сегодняшний день у зули то же самое мы заказали одно и то же я голодная голодная все таки морской воздух делает свое дело так это вообще это как бы пивное заведение да но здесь кроме пива есть полноценная еда и все 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 есть но больше всего здесь ассортимент пива пообедали мы теперь идем погулять да походить воздухом подышать что это ржачка напала в моем детстве говорили смешинка в рот попала ну тут точно не смешно тут ржачка а что мы с тобой по-моему здесь на такие воздухе не ржач нападает я хочу сделала я вообще молчу иду себе спокойно никого не трогать ну ничего страшного погода суперская даже лучше чем утром было да я здесь стою на солнце загорать да на пальму залез на пальму об этом я с пальмы упаду как там некто желать ничего страшного не впервой ну с пальмы то впервой конечно на пальмы залезли в принципе туда залезть не проблема да 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 слезть тоже не проблема можно упасть разом быстро Можно порошок заранее носить. Дай маминого стянули с ним. Он уже заснул. Посмотри, за эти две минуты, которые мы выехали с кафе, выкатали его, точнее, он уже заснул. Дай-ка себе эту коляску уложу. Вы представляете? Мы пешком вот оттуда снизу, вот со стороны моря, с коляской поднялись. Сейчас у меня Зуля забрала коляску. Вот так вот. Поели и калории сжигаем. Первый раз с коляской поднимаемся. Боже, неужели? Аж не верьте, что мы почти весь подъем прошли. Пару через день катали коляску. Сейчас опять Зуля забрала ее у меня. За ней не угнаться. У нее столько энергии. У меня столько нет. Я хожу потихонечку, спокойно. Она ломится. Она ломится, смотрите. Последний вот этот вот подъем небольшой у нас остался. И потом уже спуск и мы дома. Классические турецкие секционные дома. Здесь школа. Точнее, лицей. Лицей – это как бы наши старшие классы. В Турции бывает начальная школа, средняя и лицей. Воды хочу. Я уже до дома дотерплю. Уже там недолго осталось. Повсюду турецкие флаги. Везде они. Они на окнах, из окон квартир, на домах, из машин могут быть. Везде. Чтобы мы не забывали, что мы находимся в Турецкой Республике. Неужели она остановилась? А небо, небо. Небо, смотрите, да, какое. Субтитры делал DimaTorzok